Как влиять на близкого человека, чтобы он прогрессировал? Сначала нужно работать над собой и сердце сделать сильным. Потом нужно принять близкого человека сильным сердцем и не считать его плохим. Просто он находится на определенной стадии, на какой мне положено. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Все. На такой стадии он находится, на которой мне положено. Все. Вот. Дальше. Надо понимать, научиться уровень близкого человека и вдохновлять его делать то, не жужжать ему, а вдохновлять его делать то, что он может сейчас понять. И что сейчас ему нужно. Вот, допустим, если он объедается мясом, а вы там уже вегетарианец до мозга костей, ну тогда научите его есть мясо, которое менее опасно для судьбы. Ну приучите его не есть, допустим, мясо крупных животных, а есть мясо зайчиков и курочек. Ну они менее развитые по судьбе, еще менее развитые эти рыбки и так далее. И постепенно отучайте его, то есть меньше кармы, меньше тяжелой судьбы, чтобы мясо было. Потому что животные бывают разного развития. Чем ближе к человеку животные, тем больше они развиты. Домашние животные, скот, домашние, тоже домашние животные. Они сильно развиты. Видите, очень сильно приближенных к человеку и животных мы не едим. Там собаки, кошки. Вот. Но коровы тоже приближенные. И свиньи. Их тоже не надо есть. Зайчики уже более дикие животные. Вот. Ну их надо стараться тоже. Рыбки еще более неразвитые. И так далее. И вот так постепенно, на том уровне, на котором человек, надо ему давать знание о том, что вот какое знание самое первое. Что красное мясо является самым главным канцерогеном. Это знание, это полное уже. Это, ну, эту фразу сказал, ну, человек, который в то время возглавлял здравоохранение, при мне, когда была у нас передача по атеросклерозу. Я на передаче на это тоже присутствовал. И вот человек, который возглавляет здравоохранение, ему сказал, красное мясо является главным канцерогеном. Красное мясо, это мясо крупного рогатого скота. Вот и все. Вот это ему скажите. И он будет думать об этом. Вот это, понимаете, так человек должен прогрессировать. То есть, если он слышит только мнение ученых, тогда, пожалуйста. Есть куча диссертаций на тему, как продлить свою жизнь. Все знают, что надо больше есть зелени. Это даже коню понятно. Следующее. Очень важно, когда вы хотите развивать человека, крайне важно поддержать свою внутреннюю чистоту и внешнюю. Поддержите чистоту квартиры, пищи, режиме дня, алтарь, чтобы чистые друзья только в дом приходили. Если какие-нибудь ханулики, не надо их пускать себе в дом. Отваживайте своего мужа или свою жену от плохих друзей. Понимаете, друзья несут человеку его жизнь, его судьбу. Хороших друзей больше, плохих меньше. И здесь, извините, уже надо воевать, сражаться. Ну, по-доброму, естественно. Понимаете, то есть, друзья, которые несут развитие, надо приучать их, стараться, чтобы они больше. А те, которые деградацию, меньше. Они не нужны, это проклятие просто. Зачем оно нужно в доме проклятие? Поддержите свою... Ну, и не то, что вы можете заставить своего мужа с кем-то не дружить. В дом не пускайте. Друг приходит с бутылкой, до свидания. Муж скажет, ты что мне, пить не разрешаешь? Нет, пить разрешаю. Но друг с бутылкой сюда не придет. Я ему не разрешаю пить в нашем доме, и все. Он не может возражать вам. Это ваш выбор. Понятно, да? Поддерживайте чистоту в своей квартире. Эта чистота повлияет на вашего близкого человека. Так вы его будете развивать. Если вы соблюдаете режим дня, ему тоже захочется со временем. Есть стадии. Сначала он будет противником, потом он привыкнет, потом ему станет интересно, потом будет соблюдать. Запомнили стадии? Сначала он будет против, потом не будет обращать внимания никакого. Потом, значит, привыкнет. Потом дальше ему станет интересно, что жена, как бы, что в ней в башку влетела вообще, что она этим интересуется. Ну, схожу на лекции, вот посмотрю на этого идиота, который ей, как бы, там, втемяшивает что-то в голову. Поднимите вот мужчину, который пришел вот для этого на мою лекцию из-за этого, чтобы посмотреть, что жена чем занята. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен. Вы любите свою жену. Примерно так, понимаете? Так и происходит развитие человека. И развитие всегда добротой идет. Всегда только добротой, больше ничем. Человек не пьет, потому что он научился отдыхать как-то иначе. Вы понимаете? Муж пьет не потому, что он придурок, а потому что он не умеет отдыхать. Попытайтесь это понять. Если вы его научили отдыхать как-то иначе, он перестает пить. Нужно замену человеку найти, понимаете? Он должен стать, получать что-то другое, потому что если он не будет пить и не будет отдыхать, то он попадет в психушку, услышьте меня, получит инсульт, инфаркт, тяжелую болезнь. Человек пьет для того, чтобы снять напряжение, хотя бы искусственно. Но если он не снимает, значит, будет только хуже. Я знаю случаи, когда человек терпит, не курит и получает инфаркт просто. Понимаете? Искусственно ничего не поменять, надо менять образ жизни.